Всем привет! Сегодня у меня обзор такой замечательной удочки, это Cadence CR6 В данном случае это 7 по длине, то есть 2,13 Medium Heavy Тест от 7 до 21 грамма Значит, по внешке пройдемся Удилище одночасник Так же, как и почти все модели в этой серии CR6 У нее такая же, как и у всех остальных, короткая рукоятка, разнесенка из EVO EVO твердая, прочная Дизайн удочки очень строгий, она вся черная Даже надписи Cadence и CR6, они сделаны глянцевой черной краской на матовой черной деколе Ну и на Баткэпе есть логотип Cadence Так, кольца похожи на Fuji, ну на них надписи прям такой нет, что это Fuji Но очень похожи на Fuji кольца Катушка-держатель Fuji такой вот разнесенный Здесь вставлен кусочек бланка Так, ну серена вроде прошла Значит, дальше Колечки, значит, первые два кольца двулапые Да, и вставка во всех кольцах очень тоненькая, прикольная То есть довольно большой диаметр, можно поводок с флюром, с узлом прямо в кольца затаскивать без проблем Значит, первые два кольца двулапые, остальные однолапые Причем однолапые кольца, они такие в спиннинговом стиле, то есть они под углом И довольно на большом расстоянии от бланка установлены Всего колец раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь Девять колец с тюльпаном Вот так, по соосности Значит, тюльпанчик чуть-чуть, мне кажется, влево стоит, там буквально на чуть-чуть Ну, то есть такие мелкие-мелкие огрешки сборки у этого удилища есть Ну, как бы я на это внимание вообще не обращаю, не метросексуал Значит, здесь есть некая, ну, тоже щелка есть такая между рукояткой, катушка-держателем Ну, в общем, пофигу, честно говоря, мне все равно Удочка стоит, там, 50-60 долларов Вот, значит, тест у нее у нас заявлено от 7 до 21, но это прям не похоже, что удочка от 7 Это прям довольно мощное удилище И, значит, и сам бланк, он довольно конусный То есть, прям, комель у него прям деревянный То есть, это палка-выдиралка То есть, это не то, что будет вам там выкачивать с большой глубины рыбу Чтобы она, не дай бог, не сорвалась Эта палка, скорее, для вот средней и небольшой глубины И прям выдиралка Ну, либо с большой глубины, там, крупной рыбы-подсекалка Так, давайте по строю посмотрим Значит, по строю у нас, как и заявлено, типичный фаст Фаст ведь у нас заявлено Так, да, у нас заявлено фаст, и это фаст То есть, все, вопросов нет, прям довольно живой кончик И две трети бланка прям мощь Прям мощь Значит, низ теста поджигу я даже не буду пытаться проверять Давайте с 10 граммов начнем Думаю, с 10 грамм будет норм Да, и удочка только-только начинает грузиться Так, ну что Бросаем А, да, смонтировал сюда катушку Абу Гарсия Рево СХ третьего поколения Шнурочек намотал сюда Двоечку Восьмижилку Все, давайте заброс Да, можно, наверное, тормоза припустить У меня сегодня ветер, блин, в лицо дует Так, ну давайте тактилку Ничего не понятно Совсем ничего не понятно Так, давайте, блин, там корабли у нас завихрение устроили В воде А, ну понятно, что ничего не понятно У нас водоросли налипли Так, ну давайте вот так вот я немножко брошу Четка тормоза я подпустил Но ветер в лицо Если что, не обессудьте Слушайте, нормально, нормально За 30 метров 10 грамм улетело Для семерки по длине Это, я считаю, что окей Не, тактилки никакой до 10 грамм нет А, все, понял Там у нас ерунда всякая валяется Так, ну давайте чуть-чуть Еще в сторонку я заброшу Корабли вроде прошли Так В эту сторону Да, слушайте, 10 грамм прям отлично улетел Но ветер, блин, конечно С двойкой Конечно, сюда можно 1,2 поставить Я пробовал чуйку Ну, блин, на такую удочку 1,2 ставить Это, я считаю, что преступление Ну, визуалка есть Тактилки вообще не ощущаю Да уж Ну, блин, по низу теста я не могу прям проверить А, ну понятно, почему я не ощущаю Поэтому тоже водоросли налипли Как бы это все сделать так, чтобы заработало Потому что, а, понятно Корабли вот эти вот все подняли Хлам всякий со дна Ну, собственно, поэтому Ой, никакой чувствительности-то и нет Так, давайте в другую сторону брошу Вот в этом Во, во, во Все, другое дело И по кончику есть Ну, и в руку на грани, конечно В руку, конечно, на грани А, понятно На маленькой глубине Там уже все и так понятно Все, понятно 10 грамм показывает и по кончику И, в принципе, прищупаться можно Особенно там, если будет какое-то нормальное дно Так, давайте Побольше вес поставим Посмотрим, как она По верхам будет Так, удочка заявлена до 21 Но я думаю, 28 будет в самый раз Да, да, нормально Не перегруз однозначно по весу Однозначно не перегруз Вот, что, давайте забросим Надо проверить, чтобы Все было в порядке Все в порядке Так, заброс Да, прям таким мощным броском Там, ну, за 50 это улетело против ветра Ну, я рисковать прям, типа, не хочу Так Ну, тони Все, утонуло Да, по кончику все видно В руку тоже все слышно Так, подбросы О, у меня уже катушка подзамерзла Надо перемазывать обгонку Ну, 28 она подбрасывает Но это все уже на грани Да, 28 она подбрасывает Но на грани О, еще дождик пошел О, кайф Питер, как я тебя люблю Особенно за эту погоду Все понятно Поджигу, короче, 28 Ну, значит, по забросу, конечно Можно там и перегружать И что угодно делать Потому что вот с этим мощным комлем Можно вообще что угодно делать Но именно по анимации приманки 28 это по толбок По джигу Так, ну что, давайте по твичам 70-ка Crystal Minnow Ну, довольно упористый для 70-ки воблер Думаю, что меньше на такое удилище Ставить не надо Так, чуть-чуть добавим тормозов Конечно, против ветра Этой удочке по забросу не грузится А по твичингу огонь Вообще вопросов нет Да, и за счет своего вот этого фастового строя Она вполне Даже с таким мощным комлем Твичит вот эту 70-ку Вполне Без проблем Вообще никаких проблем нет Да, 70-ки, короче Давайте я риджик еще проверю Так, ну Китайская подделка на 70-ый ридж Настоящего у меня нет Наверное, никогда не будет Так Что, забрасываем Он потяжелее Crystal Minnow Но летит примерно так же Так, и Да, и по анимации Не, 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 не Вру Не даю, но Прямо на грани Конечно, можно тут Что-то изобразить Но это надо прямо изображать Да, то есть Обратной связи практически никакой нет Так, обратной связи, да Практически никакой нет Да 70-ый риджик Короче, упористые 70-ки можно А вот Вот такие вот Типа риджа Такие 70-ки Не стоят Так Косодака и он 90-ик Ну, может, и с ним вопросов Быть не должно Так Перехлестнулось Так Ну Да, нормально летит Нормально забрасывается Можно, конечно, тормоза Приотпустить Но против ветра не хочу И обратная связь есть То есть я дергаю И пытаюсь понять Отрабатывает ли удочка Этот воблер Вот И есть ли обратная связь То есть если с 70-кой Без вариантов 90-ик запросто Это не упористый 90-ик Да, 90-ик вполне можно Вполне можно Так Ну, что мелочиться Давайте сразу 128-й поинтер Думаю, что Ну, с ним тоже проблем Никаких не будет Понятное дело И грузится И летит Да И, собственно Никаких проблем с ним нет Вообще И обратная связь Наличествует И мощности хватает Спокойно Его прям завести И с стороны в сторону Дергать Дергаться То, что наши Твичингисты Любят Да Ну-ка В приглядку Да Однозначно Однозначно Да Давайте еще больше воблер Ставить Так Ну и 160-й воблер 160-й же Да 160-й Давайте его Да Он тоже 30 грамм весит По запросу Понятное дело Что никаких проблем Насчет Очень мощного комля И твичится Твичится Без проблем Не Ну Не тоже прям без проблем Но Не одними пальчиками Но Одной кистью Вот Какой-то усталости Прям сразу же Не ощущается То есть Какого-то перенапряжения Тоже Да Да Даже Передергал его Ну и Мутная вода Конечно Весной Тут И так у нас В Неве довольно Мутная вода В этом месте Тем более А весной Так уж точно Поэтому Вам тут я Показать не могу Так как Начался Сезон Таяния льдов То есть Скоро лето Вот Ну нормально Да 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 160 Вот эту Стуку Твичит Однозначно Так Ну Джерки Я точно Вешать не буду Потому что Все-таки Джерки Будет уже Перебор Вот А чего-то Среднего Между Между Вот этой 160 И Полноценным Джерком У меня Нет Так что Давайте Проверим Щучья Вертушка Вот такая Здоровая Пятый номер Пантун 21 Ну Если С этой Если сравнивать С МЭПСом То это Наверное Семерка По МЭПСу Если не больше Да Забрасывает Нормально Так И Ну да Она сильно Уже гнет Удочку Ну Блин Слушайте За счет Мощного Комля Подсечь Можно Подсечь Можно Вот Ну Это Конечно В общем Можно Вопросов Нет Комель Мощный Конечно Она Прогибается Довольно Сильно При проводке Вот такой Упористой Блесны Но Подсечь У вас Получится Однозначно Так Колебалка 20 Граммов Давайте посмотрим По кончику Будет нам Это удилище Ее показывать Ну Слушайте Под ногами Кажется Что нет Давайте Забросим Дадим Угол 90 К леске И посмотрим Ну Показывает Показывает Но на грани То есть Меньше 20 Грамм Наверное Не стоит Колебалки Вот такие Неупористые Использовать Может быть Какие-то Широкие Их Можно Да Такие Наверное Наверное Нет Вот То есть Атом Да Это Абу Гарсия Атом Абу Гарсия Атом 20 Грамм Норм Меньше Уже Наверное Нет Так Ну Что Мэпс Троечка Ну Это Прям Недобор По весу Это Такие Блесы На Одно Лайтик Ставить Ну В руку Конечно Передается Кончик Трясется Но Не Трешка Ну Понятное Дело Что Ловить На трешку Можно Но Каких-то Ну Каких-то Требований Которые Относятся К Вот этим К Вертушечным Удочкам Не исполняет Ну То есть Не Не Отрабатывает Нормальную Игру Так Четверочка Black Fury Ну То есть Она же Комет Тот же Maps Ну Здесь Наверное Будет То Что Надо Давайте Попробуем Да 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 Вот Четверочка Комет Спокойно Ну Сбилась О Завелась Да 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 Значит С четвертого Номера Начиная Вполне Можно с этой удочкой Использовать Так Ну Давайте Кренки Проверим Вот Это Самый Минимальный Крен Который Я Использую По щуке Конечно Бывает Щука Влетает На Более Мелкие Но Меньше Вот Этого Я Вот Конечно Там Какие-то Эти Какие-то Маленькие Совсем Головлевые Кренки Наверное Не будет Показывать Но Щучьи Кренки Да В общем В чем Разница Между Проводкой Головлевого Кренка И щучьего Щучьи Кренки Надо Очень Медленно Вести И надо Чтобы Вот Вот Эти Все Ну Движения Приманки Вам Удочка Показывала Чтобы Вы Видели Да Что Кренк С какой Частотой Он Колеблется Ну Хороший Кренк Понятно На любой Проводке Даже На самой Медленной Работает Но Есть Кренки Которые На какой-то Проводке Работают На какой-то Уже Нет Собственно Поэтому Я Проверяю Ну И Разумеется Да Что Тут Мощности Вком Лена Столько Что Можно Я Просто Не хочу Здесь Оторвать Дип 300 У меня Всего Один Вот Ну Я Уверен Что Дип 300 Не Сложит Этот Комель Однозначно То Есть Вы Практически Любым Кренком Щучьего Размера Просечете Рыбу Ну В общем Вот Такой Обзор Получился На Это Удилище Для Чего Его Можно Использовать Это Классическая Витчинговая Улунцовка Для Любителей Воблеров Для Любителей Ловли Щуки На Малых И Средних Глубинах Вот Джиковать Наверное С ним Не Надо То Чуйки У него Недостаточно Для Русского Джига То Если У Более Старшей Модели Которая До 42 Грамм Она Прям Вся Звенящая То Она Прям Очень Звенящая Удочка То Здесь За счет Сопливого Кончика Ну Относительно Конечно Ее Теста Ну Относительно Ее Комля Он Нет Вот Этой Звонкости Лютой В принципе Вообще Такие Фастовые Палки Они Редко Бывают Супер Звонкими Вот Такие Медиум Медиум Фаст Палки Бывают Звонкие Ну Хотя Хрен Знает Вот Пожалуйста Та Фаст Которая До Полутора Унций Тоже С той же По Жуткой Траве Там Из Кувшинок Ее Выдирать Из Корчей Ее Выдирать То Есть Там Какие То В общем На глубине Там 3-4 Метра Все Способы Ловли Щуки Вам Будет Доступны Любые Воблера Любые Блесны Пожалуйста Запросто Судака Конечно Я бы С такой Удочкой Ловить Не Стал Вот Ну Хотя Просекать Она Будет Прям За Милу Душу За счет Этого Мощного Комля Но Все Таки По-моему Это Немножко Несудачья Длина Это Несудачья Чуйка Ну В принципе Все Обычная Классическая Басовая Унцовка Которую У нас Все Очень Давно Любят Вот Какой Вот Обзор Получился Вот Такая Прикольная Удочка Я помню Стоит Она Вообще Недорого Там Типа 60 Долларов Или Около 50-60 Долларов За это Удилище По-моему Это Огонь Все Пока